Разделить эту фигуру на две части и объяснить, в каких перемещениях плоскости одна из этих частей переходит в другую. Надо взять шахматную доску, самую обычную доску 8х8. Давайте я сначала ее целиком не черчу, а после этого я из этой самой шахматной доски кое-что вырежу. И вы, соответственно, увидите, как получается фигура пункта «И». Итак, вот это 4х4, 8х8. А сейчас пора брать тряпку в руку. Итак, что я делаю? Я, во-первых, соображаю, что здесь высоту было 7 клеточек, поэтому я стираю верхнюю линию. Единственное непонятно, почему я ее неровно провел, как раз нижнюю. Поэтому давайте-ка я временную нижнюю сотру и нарисую заново хорошо. Итак, и теперь надо чуть-чуть донести, что называется, до общей нормы. А именно, стираются вот здесь вот две клеточки. Нет, вам, естественно, в тетради, когда рисуете, не надо делать как я, потому что у вас тут все по клеточке, вам легко. Я говорю, да еще, ни в коем случае не расчерчивайте на клеточки. Надо рисовать внешний контур, а не пытаться, потому что это я на доске вынужден рисовать клеточки, просто у меня и на досках есть клеточки. Вот. А вам, разумеется, вам, разумеется, нужно только внешний контур и все. Хорошо. Формально все хорошо. Причем, даже если вот заходу сказать, он удивится, как же я же покупаю самый лучший мел, чтобы он преподавателя не пачкал. Он, правда, не пачкал преподавателя, и, впрочем, во многих школах, даже в большинстве школ, пишут вот именно таким мелом, чтобы он не пачкал преподавателя, ну и при этом зато было бы неудобно работать на доске. На мехмате, когда проводишь занятия, после него все руки абсолютно белые, но зато школьникам и студентам, соответственно, все абсолютно видно на доске. Итак, вот этот пункт И, теперь осталось всего чуть-чуть. По-моему, осталось вот эти вот первые пунктики нарисовать. Разрезать пополам, то есть на две контурентные фигуры. Каким именно перемещением плоскости можно заштрихованную часть перевести в не заштрихованную? Сколько таких перемещений и, собственно говоря, что это за перемещение? Да, пожалуйста. Холестинский на 90 градусов. На 90 градусов. Как называется такое преобразование? Поворот. Но недостаточно указать угол поворота, надо еще показать, где у него центр. Выйдет. Быстрее ткнуть пальцем, чем объяснять издалека картинку. О, молодец. Молодец, это действительно правда. Вот он, центр поворота. Если поворачиваешь против часовой стрелки на 90 градусов, то все-все-все, все показали отлично. Вот давайте смотрим. Вот эта точка, она перейдет сама в себя. Отмечу, ну, например, вот эту точку, это B. При повороте она перейдет сюда. Это называется B' Дальше идет C, перейдет C'. Дальше точка D, D', дальше смотрите. Вот эта вот точка E, это ее образ. Вот эта вот точка C', давайте я покажу, что это ее образ. Дальше у меня точка B', вот эту точку я назову B' А вот сейчас, пожалуйста, все нарисуйте, только лучше не размером в одну кле, две или даже в три, лучше в две клеточки на своей бумаге, да, на тихо, и проставьте эти буквы. Это называется поворот против часовой стрелки на 90 градусов. ПО-ВО-РОТ. Между прочим, английское слово практически такое же, как русское. По-английски это будет ротейт. Поворот, поворачивать, ротейт, более меняет этот корень. Итак, по-английски, ну, русское слово есть ротация, да? Нам скажем, там, сейчас в России Путин проводит ротацию с губернатором. Что это значит? Значит, часть губернаторов выгоняют, и на их место назначают там совсем других людей, да? Или, там, в каком-нибудь там, я не знаю, выборном органе ротация членов выборного органа. В определенное время часть людей уходит, а приходит часть губернатора. Ротор, может быть, знаете, в электродвигателе. Ротор и статор. Статор – это неподвижная часть электродвигателя. Ротор – это та штучка, которая внутри там вращается. Ну, и так далее. В общем, не правильный. По-во-ро-от. По-возьму симметрии. Примерно, действительно. Есть еще одно движение. То есть, одно движение вы указали абсолютно правильно. Кстати, в математике это его стандартное обозначение. Л – это первое букву слова ротейт. Да? Здесь не слово поворот-поворот. Поворачивать. И дальше делают так. Внизу пишут центр. Это точка, да, самая, да, вот эта. И вверху пишут на сколько градусов. На 90 градусов. Так вот, ребята, я сейчас не полегусь. И заново нарисую эту картинку. То есть, я уже знаю, как ее резать пополам. С этим проблем нет. А вот понять, какое еще существует перемещение плоскости, это нам сейчас очень важно. Верхняя часть, которая перевернулась вверх ногами. Как пополнять это движение? Что такое перевернуть вверх ногами? Как точно выполнять это движение? Надо перевернуть в правую движение в трансмиссию. Нет, господа, дело... Все, спасибо, вы посмотрите. Дело в том, что по часовой стрелке на 270 градусов, это ровно то же самое, что против часовой стрелки на 90. Вообще, вот это надо запомнить. Что 90 градусов, что минус 270 градусов. Можно еще так сказать, повернем на 450 градусов. А можно так сказать, повернем на 810 градусов. Все одно и то, что два. Дело в том, что 360 градусов или 720 градусов, это строго одно и то же. Вот всякие большие чиновники любят говорить, там, после встречи с вами, там, подумайте, что надо несколько говорить, моя точка зрения изменилась на 360 градусов. Что это означает? Ну, никого. Да. Что ему все равно, да. Но человек выслушал, ему совершенно все равно. Изменить на 360 градусов, это значит не обратить на тебя никакого внимания. Понятно, да? Вот изменить на противоположного, это повернуть на 180, конечно. Итак, мы все ответили. Каким же перемещением заштрихованную часть фигурки А можно перевести в незаштрихованную? Да. Надо стрелку С. Во-первых, для начала, как будет называться это перемещение? Скользящиеся, переворотные. Нет, никаких поворотов, это, конечно, уже не будет. Повороты вы уже показали. Называться это будет, ребята, скользящая семетра. А вот относительно какой оси это будет семетра? Четыре клеточки, еще одна, всего пять клеточек. Вопрос тот же самый, который был только что. Каким перемещением плоскости мы можем перевести заштрихованную часть в незаштрихованную? Нет. А вот повороты, это невозможно сделать. Объясняю почему. Когда вы здесь идете, от выпирающей клетки сюда, то вращение происходит против часовой стрелки. А когда вы идете здесь, из выпирающей клетки сюда, то вращение происходит вон. Невозможно никаким поворотом перевести одну часть в зеркало в другую. Вы должны менять ориентацию плоскости. Нужно делать зеркало в зеркало. Отлично. Действительно, много говорят не зеркало, а осевая симметрия. На самом деле осевой симметрии не обойдешься, нужно еще больше. Нет, нельзя. Рисовать вам вообще ничего нельзя. Вам можно только объяснить, относительно какой прямой провести симметрию. Напомню, что такое осевая симметрия. Если у вас есть совершенно произвольная прямая, то осевая симметрия меняет местами две полуплоскости. По очень простому правилу. Берете любую точку, проходите в обе-практикулярную напрямую и идете на такое же расстояние. Вот у вас есть точка А, вот ее образ А'. И так делаете для всех точек. То есть вот точка какая-нибудь до прямой и такое же расстояние сюда. Очень важно, чтобы эти расстояния были равны. Вот это какая-то точка В, вот это будет точка В'. И наоборот, если вы берете любую точку, то вы, соответственно, идете... Я ее очень ровно на слоу. Надеюсь, не помню. Вот эта вот точка С, это С. И так далее, и так далее, и так далее. Для любой точки. Но секунду, это осевая симметрия. А скользящая добавляется еще вот что. Добавляется некоторая величина сдвига. А именно, вы должны не просто отразить точку, но и сдвинуть на этот вектор. Не просто отразить точку, а сдвинуть на этот век. Не просто отразить точку, а сдвинуть на этот век. Скользящая симметрия это последовательное выполнение осевой симметрии и сдвига на некоторое, одно и то же для всех точек расстояния, вдоль оси симметрии. Покажите ось и покажите, насколько надо сдвигать. Ось? Да. В данном случае это вот этот век. Вот. Это не верно. Объясняю почему? Когда вы сдвинете, то у вас вот эта вот штучка из трех век будет расположена вертикально. А здесь она расположена горизонтально. Я уже объяснил, почему прямая не такая. Ребята, в председательстве не бывает, а я решал, а я старался. Если прямая не подошла, то значит не подошла. Все. Надо просто искать, скажите мне, пожалуйста, кто нам заштрихует половинку вот этой картинки. Какое перемещение переводит заштрихованную часть в эту штриховую? Знаете ли это? Поворот. С каким центром? Поворот. Поворот. С каким центром? Нет. Нет. На самом деле это не нужно. Ребята, вообще, если я не хочу еще доказывать, но есть такая алгоритма, что поворот и прораллельный перенос это то же самое, что поворот сходится на инфекция. Поэтому не нужно делать такую штуку, как вывернем, потом сдвинем. Можно сделать за один раз. Вот здесь действительно поворот, только вопрос вокруг какого центра. Кто она тут покажет? Это где? Нет, здесь она где. Там она была самая доска, и у нее были клеточки. Вот как эта штука расположена относительно этих клеточек? Где центра в повороте? Правильно, примерно в этом месте. Вопрос где? Нет, глупо себе. Где здесь? Чтобы это не точно поворачивать, то вот это перейдется куда-то сюда. А? Здесь? Пока не пройдемся. Лучше. Да вы что? Если здесь прощать, то я бы передняйся. Вот здесь. Давайте я эту точку выделю. Нет. Давайте я попытаюсь так же, как тогда. то есть я проставлю точки. Вот это будет А, В, С, Т, Е, Ф, И, Ж, ну и давайте, Аш. Вот. И теперь, будьте добры, быстро это все сделать в тетрадях. Это важно, ребята. Для каждой из этих точек, вот это здесь будет у меня О, центр поворота. Я для каждой из этих точек напишу, куда именно она в повороте. Против часовой стрелки. Вокруг вот этой источник. А, штрих, это будет вот эта точка. Дальше. Б перейдет вот сюда. Соответственно, точка С, смотрите, пожалуйста, три, две. Соответственно, когда поворачиваем, то у нас будет три, две. Вот это будет точка С, Д штрих. Дальше, точка Д, посмотрите, пожалуйста, вот здесь вот три клеточки, а здесь четыре. Соответственно, у нас вот здесь вот четыре, здесь три. Это называется Д штрих. Теперь, точка Е при повороте перейдет вот сюда, в точку Е штрих. Точка Ф при нашем повороте, это интересный вопрос, туда она перейдет. Мы поворачиваем, смотри, мы поворачиваем вот так вот, да? здесь у нас три клетки, здесь у нас четыре клетки, здесь у нас три клетки, здесь у нас сколько? Четыре. Четыре. раз, два, три, четыре. А ведь правда, это будет точка Ф штрих. Отлично. Точка Ж, здесь две, здесь три, при повороте, здесь две, здесь три. Вот она. Точка Ж, это то же самое, что, Ж штрих, это то же самое, что С. Замечательно совпало. и теперь, 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 надо посмотреть, куда перейдет точка H. Здесь две, здесь одна, здесь отлично. Ребята, В, это то же самое, что H штрих. Пожалуйста, сами проверьте, что действительно так все и получается. Доставьте эти буквы. Между прочим, у этой задачи есть совершенно замечательное продолжение. Ребята, оказывается, получится очень красивая картинка. Чтобы она получилась красивой, надо обязательно, чтобы у вас были четыре цвета. В идеале, цветные карандаши, ну или там, ручка равная способом штриховки, карандаш. Мы берем вот эту самую точку O и от нее рисуем так, как это у меня здесь нарисовано. То есть, сначала четыре клеточки, потом я иду сюда и потом я иду сюда. Все поняли, что я нарисовал то же самое, что здесь за штриховую штуку. Правильно? Да. Замечательно. А теперь я беру другой цвет и рисую то, что здесь нарисовано не за штрихованное. А вот здесь в центре образовались четыре пустые клетки. Ну, в принципе, вообще-то уже хорошо, потому что у меня уже возникла картинка, которая обладает замечательным свойством. При повороте на 90 градусов у меня вот эти вот красные пружочки переходят за штрихованное. За штрихованное при повороте на 90 градусов переходят интересно куда? В точки. В точки при повороте на 90 градусах переходят в крестнике. Это я хочу с собой перестать. Крестнику при повороте на 90 градусах переводят в нолики. Ну и так далее. Но! Но я могу сделать еще так. Я могу завернуть вот сюда точку, я могу завернуть кружочек, и тогда получится вообще замечательная картинка. У меня вся доска, вся целиком шахматная доска оказалась разрезана на 4 фигуры. И это разрезание переходит само в себя при повороте на 90 градусов по часовой стрелке. Согласны? Да. Отлично. Вот одна штрихованная фигура с желтой границей. Итак, вопрос был же самый, что у меня всегда. Каким перемещением переводится заштрихованная фигура в недоштрихованную? Скользящая симметрия. Скользящая симметрия. Относительно какой прямой? Не совсем понимает, с диагональю. Ничего себе. Скользящая симметрия относительно диагонали? Относительно такой сломанной линии? Нет, ребята, не бывает симметрии относительно ломанной. Симметрия, ну когда в старшей классе будете, у вас будет такая инверсия, симметрия относительно окружески. А вот других привык, относительно которых можно делать симметрию, просто не бывает. Симметрия должна, конечно, выполняться относительно какой-то прямой. Относительно какой прямой? Молодец, но не совсем. Дело в том, что вы показываете прямую, и если относительно нее выполнить симметрию, то у нас целиком вот эта штука окажется с той стороны, а так нельзя. Чуть-чуть надо изменить вашу прямую, и тогда это будет правильное решение. На половину клетки вниз. Правильно. На половину клетки вниз. Давайте все это нарисуем. Вот так пройдет линия. Там пройдет прямая относительно которой. Это каждый раз ровно середина. Смотрите, смотрите, что при этом произойдет. При симметрии вот эта вот заштрихованная штука переходит туда. По принципу, что вот эта точка идет сюда. Вот эта точка идет. Вот эта точка идет. Понимаете, да? Замечательно. А на сколько надо будет сдвигать? А очень другое, не понятие. Вот смотрите, вот эта точка при симметрии перешла сюда, в центр клетки. А должна была куда не идти? А должна была перейти вот сюда. Значит, сдвиг на сколько? На половину диагонали. На половину клетки. Вот в таком вот направлении. Вверх и влево. Да. Ну, то, что на карте называется север-замок. Ну, здесь у нас расставка. Слушайте так. Вверх и влево на половину клеток. Пожалуйста, нарисуйте максимально четкий себе чертеж и попытайтесь представить. Здесь не надо, но если трудно, то вы можете просто ножницами вырезать и посмотреть, как это переворачивается. Что? Да. Да. Выходи быстрее. Перес серединки. Да. Молодец. Все, все. Это правильно? Отлично. Конечно. Именно это от вас и требуется. Взять здесь середины вот этих вот отреточков и через них провести прямую. Между прочим, понятно, почему вы не могли это сделать. Потому что вам было как-то некомфортно рисовать через середину, чтобы это не по клеточкам. Да? Прямая оказывается такая. Она проходит через середины. Вот она. Вот она эта прямая. Так. И теперь давайте опять разберемся, что у нас происходит с сдвигом. А очень просто. Вот эта вот точка переходит вот сюда, а должна была перейти сюда. Поэтому, на самом деле, действительно очень похожая есть ситуация. Опять сдвиг вот на такой вот малюсенький вверх. Отлично. Да? Можно бы... А, потом... Давай-давай, давай быстрее пройдем. Настойте. Это точка. К сожалению, это... Что такое это точка? Переповоротность вокруг. Неправда. Неправда. Потому что сколько вы вокруг этой точки не вращаете, но острие будет здесь. А нужно, чтобы оно попало сюда. Неверно. Скользящий антиметр. Вот это врезание, к сожалению, просто неправильное. Помните, я говорил, что не надо прятать много мелок? Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Поставим сюда, по уголовку, в другую сторону. Да, можно ли? К сожалению, это просто неверная картинка. Можно, можно ли? Можно ли мне на руке? И вот так. И так. То есть штрихуйте то, что не штриховано. Ага. Ура! В любом случае перемещения. Это... Кстати, вот здесь даже есть название. Теорема шаль. Шаль – это такой минимал. Теорема шаль. Любое перемещение – это параллельный перенос скользящимися методами или поворотами. Поэтому никаких хитрых. Никаких надо снять, развернуть, передвинуть, потом еще раз. Вот что такое у них 2 и 5. Или параллельный перенос, или поворот, или скользящая смертность. Кстати, в этой задаче это очень легко. Сообразите. Как называется перемещение? Поворот. 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 Ребята, у этих фигур принципиально разная ориентация. Плостик фигур бывает одинаковая ориентация, когда направление вращения в одну и ту же сторону, а бывает ориентация разная. Вот, знаете, есть такое понятие швук. Чем самолез не так называют. Чем мебель и всякие другие вещи прикрепляют. Поняли, о чем я сделал? Да. Отлично. А вы знаете, что такую штуку нельзя отворачивать так, как вам хочется? Да. Можно отворачивать только в одну сторону, тогда будет замечательно отворачиваться. Если вы будете крутить в противоположную сторону, ну хорошо, швук не у каждого, если тут рукой, обычный кран с водой. Признайте, что если в одну сторону накрутишь, то вода не течет, а в другую сторону накрутишь, вода будет течь. Согласны? Да. Есть понятие вращения по часовой стрел, есть пробка. Итак, здесь ориентация изменилась, поэтому обязательно будет перемещение, скользящее в симметрию. Вот здесь, причем опять надо проводить через середину. Так? Да. Молодец правильно. Действительно решил задачу, сказал правильный ответ. Вот она, прямая, да? Она, честное слово, легкая. Горизонтальная, прямая. Смотрите, что происходит. Когда вы переворачиваете, у вас вот эта точка оказывается вот здесь. А нужно, чтобы она где оказалась? Здесь. Когда вы переворачиваете, вот эта точка оказывается здесь. А нужно, чтобы она где оказалась? Здесь. Насколько нужно сдвинуть вправо? На одну клеточку. Дальше. Будьте добры себе нарисовать. Скользящая симметрия на одну клеточку сдвиг. Давайте я ужасно цветом не рисую, чтобы было под цвет прямой, да? Заметьте, это воды вдоль прямой. Сдвинуть на одну клеточку вправо, не симметрия относительно красной прямой. Отлично. Возвращаемся к вопросу, который был в начале занятия. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Сейчас вы уже можете догадаться, какая же там скользящая симметрия. У вас есть картинка, состоящая из двух клеточек и половинки. И здесь две клетки и половинки. Интересный вопрос, как перевести одну часть в другую. При помощи поворота мы уже это сделали. А бывают еще скользящие симметрии? Да. По горизонтали. А на сколько мы ее сдвигать будем? Эту фигуру. На одну клеточку все это правильно? Прямо. Посмотрите подробно. Понимаете на все? Что будет, когда мы переворачиваем вот относительно этой прямой заштрикованной штуку? У нас вот эта перейдет сюда. У нас вот эта наклонная перейдет сюда. А дальше, конечно, нужно сдвинуть данную клеточку. Так, будьте даже все это зарисовали. Тем самым мы сняли этот знак вопроса. Это приятно. Мы убрали этот знак вопроса. Теперь давайте идем сюда. Слушайте, вот здесь интересно. Какое перемещение здесь? Параллельный перенос. Параллельный перенос. У нас еще не раз сегодня он не встречался. Смотрите, берем эту штуку, сдвигаем на две клетки вправо, на одну вверх. Называется параллельный перенос. Нарисуем такие стрелочки. Параллельный перенос выполняется следующим образом. Сдвигаем всю плоскость на две единицы вправо и на одну вверх. Очевидно, что заштрихованная часть переходит тогда в не заштрихованную. Отлично. Слушайте, давайте тогда двигаться по порядку. Надеюсь, что мы успеем. Пункт В. Какое здесь перемещение? Для начала надо понять, что мы будем искать. Поворот или скользящуюся метру? Скользящуюся метру. Скользящуюся метру. Скользящуюся метру. Почему? А потому что при движении от стрелки к клеточке, здесь движение происходит против часовой стрелки. А здесь, от стрелки к клеточке, движение происходит по часовой стрелке. Значит, действительно, будут обязательно скользящиеся метры. Потому что ориентация меняется. А теперь нужен герой, который нарисует прямую. Уже во многих случаях вы эту прямую рисовали. Значит, опять подумайте, посмотрите и догадаетесь. Когда так ешь? Обманула, обманула, обманула. Обманула. Кто пойдет, покажите. Давайте, заходите. Да, конечно. Вот он сдвиг. Это скользящая симметрия, относительно вертикальной прямой. И надо не забыть, конечно, сдвинуть еще одну одну клеточку вверх. Так, отлично. В пункте Б. Кто нам нарисует прямую? Нарисовываю сначала. В пункте Б. Вот. Кто сделал? Да. Совершенно спасибо. Это хоризонтальная прямая. Переворачивается. Ну и, разумеется, сдвинуть надо на одну клеточку. Так. Теперь пункт Г. Мне кажется, что эта штука не такая уж и сложная. Хотя, кто знает. Да. Здесь какая? Прямая. Или здесь два? Вот так. Чего хорошего? Когда вы так сделаете, у вас эта длинная штука останется горизонтальной. Не получится. Следующий. Здесь что-то вроде ключа. Да? Где прямая? Мне кажется, что у нас не будет. Тоже не верю. Ребята, нарисуйте сначала всех тетрадок. Поищите это направление. Да. Что такое вот так? Под каким углом? Думайте. Думайте. Думайте, думайте, думайте. Под этим. Мне не надо спрашивать. Спрашиваете, за что не уверены, за что не решили задачу. Под этим. На первый взгляд вообще совершенно непонятно, что с ней делать. Совершенно непонятно, что с ней делать. Кто покажет решение задачи C? Как называют тебя начало здесь? Поворот. Поворот. Молодцы. Вокруг какой точке? Покажите ее пальцем. Неверно. Вот это правильно. А вот это правильно. А вот это правильно. Будьте добры себе нарисовать вот такой поворот. Смотрите. Поворачивается. Эта точка переходит сюда. Эта точка переходит сюда. Эта переходит, соответственно, вот сюда. Будьте добры нарисовать и проанализировать. Поворот вокруг вот этой вот этой точки. Так. Ну, смотрите. Остались две тяжелые задачи. Задача E и задача G. Такая. Ну, знаете, очевидно, что при симметрии это не будет целиком, как только в космосе. Потом ее двигание не получится. А как-то объяснить и вообще, ну, в общем, что такое другое и что-то там. А вдруг не так? Хорошо бы найти какую-то идею, которая помогает в поиске оси, скажем, 6 метров. Потому что если его будут еще сложнее, то непонятно, как там все эти зазубринки, как с чем, что соединять. Как можно найти ось скользящей симметрии? На самом деле, ребята, мысль очень простая. Представьте себе, что есть любая ось. И есть какое-то направление. Есть какой-то луч. Что происходит при симметрии? Очень простая штука. А что происходит потом при сдвиге? Вот так. Господа, чтобы найти направление вот этой вот оси, вы должны всего лишь понять, что вот если продолжишь, то вот эти углы будут одинаковые. И вот эта прямая, я ее даже красным не рисую, будет параллельна оси, относительно которой выполняется симметрика. Поэтому, когда нам дали такую картинку, вы не должны мучиться и искать, а где же эта ось, а как бы нам здесь провести. А вы должны сделать очень простую штуку. Берете какое-нибудь характерное направление на фигуре. Ну, например, на фигуре это клеточки, и здесь такой вот сделанный параллелограмм. Например, берете вот это вот направление. Идею поняли? Это в заштрихованной фигуре. Нарисоваю вот это вот направление. И теперь смотрим, а в незаштрихованной фигуре, где она была отличная направление. Вот здесь. И вам теперь нужна ось, которая разобьет угол между этими направлениями вполагу. Но для этого нужно всего лишь ее вот так вот провести. И взять бисектрису этого угла, то есть разведку вполагу. Разумеется, это еще неправильный ответ. Потому что это мы нашли вот такую прямую. А нужно было найти самую семью. Но направление мы уже знаем. Никакие другие направления уже не нужно осмотреть. Теперь давайте посмотрим, как понять, в каком можно месте ее провести. Это очень просто. У нас есть вот эта вот точка. И аналогичная ей точка на незакрашенной фигуре. Смотрите. При симметрии точка переходит сюда. А должна была перейти сюда. Что это значит? Это значит, что будет гораздо лучше, если мы проведем прямую вот так вот. И возьмем вектор сдвига вот такой. Вот он, вдоль красной прямой, вектор сдвиг на одну клеточку. Давайте посмотрим, что при этом будет происходить, например, вот с этой точкой. Смотрите. Она сначала, интересно, куда она сначала перейдет? Она сначала перейдет вот сюда. А потом она сдвинется на диагональ. Так здорово? Так это должно быть. Смотрите. Вот это, давайте я возьму точку А, переходит сначала вот сюда, а потом сдвигается. Эта точка А' это как раз нужный угол здесь. Дальше смотрим. Вот точка Б. Она сначала встается на месте, а потом сдвигается. Получается Б штрих. Теперь давайте еще возьмем вот эту точку. Со штрихом на фигуру С. Куда она переходит? Она переходит вот сюда. И потом сдвигается. Называется С штрих. Ребята, пожалуйста, проанализируйте. И честное слово у вас абсолютно все получится. Так, а что у нас осталось нерешенное? Вот эта задача, да? Токлерировка. Смотрите. У нашего ключа есть направление. Ну, например, давайте вот это такое направление возьмем. Направление... Вот стрелочку я поставил. И аналогичная штучка есть здесь. Вот оно направление. Это не симплисм, что эти ключа. Соответственно, все, что от вас требуется теперь. Просто проследить за одной точкой и понять, где же на самом деле надо провести. Как проследить за этой одной точкой? Это очень просто. Вот у нас точка заштрихованной фигуры. А вот точка... Слушайте. Они расположены на самом деле на разных расстояниях. Поэтому мы должны провести прямую вот так вот. Через серединке. Между прочим, это объясняет, почему он был трудно догадаться. Это действительно трудная задача. Надо было провести не просто под углом, а под углом через середину. Через середину этих сторон клеток. И теперь вопрос. А насколько сдвигать? Понятно, насколько сдвигать? При сементре вот этой точке перехода в центр клетки, а на самом деле должна была перейти вот сюда. Поэтому сдвигать надо на полторы диагноза. Вот вот такой вот сдвиг. Ребята, это уже, конечно, трудно. Но, тем не менее, если вы нарисуете, то все поймете.